Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня покажу, как делать вариации изображений. Например, вы нарисовали эскиз и хотите посмотреть, как этот эскиз будет смотреться в разных вариациях. В нейросети Leonardo есть такая возможность, как Image Guidance, то есть по имиджу мы будем с вами создавать какой-то эскиз. Например, вот вы когда первый раз входите, это будет только на платном тарифе, на бесплатном, к сожалению, у вас так сделать не получится. Вы заходите и выбираете либо с компьютера, если это требуется, либо уже из того, что загружено. Вот, например, у меня загружен эскиз блузы женской. После этого мы с вами смотрим настройки, соответственно, что мы будем генерировать. Женская блуза, у меня написан запрос. У меня выбрана модель генерации, в данном случае Leonardo Diffusion XL. Здесь вот это очень важный момент, это насколько близко ваша генерация будет к исходному изображению. Обычно она стоит по умолчанию на 0.3. Если вы дадите, например, 0.9, то это будет практически тот же самый эскиз. Если вы дадите 0.1, то это будет практически вообще абсолютно другой странный эскиз. Я делаю генерацию на 0.46, 0.45. На мой взгляд, это самая приятная вариативность. Ну, лично мне она больше нравится. Теперь я выбираю, я хочу один к одному, чтобы было, и выбираю то количество картинок, которые я хочу, от 1 до 8. У меня по умолчанию стоит 4 разные вариации. Давайте посмотрим, сделаем эту генерацию. Как видите, 0.43 у меня сейчас установлено, и генерация пошла. Это вот здесь Image Guidance, то есть имиджи, на основе которых мы делаем, а здесь Generation History, это история моих генераций, того, как это будет смотреться. Все то же самое очень удобно можно сделать из приложения. И вот смотрите, у меня стоит 0.46, да, есть небольшие вариации относительно того, как получилось. Смотрите внимательно. То есть вот здесь вот что-то поменялось, здесь поменялось и так далее. Сейчас я покажу примеры, как это будет смотреться, если мы Image Guidance поставим минимальный, ну, да, скажем, 15 пошла генерация, и большой, 85. Сейчас вы увидите, насколько это будет отличаться, и как эта настройка влияет на то, что мы получим. Я делаю по 4 изображения, можно делать по 1, можно делать по 8, в зависимости от того, какие у вас потребности. У меня еще включена алхимия, мне кажется, алхимия, ну, лично при моих генерациях дает более интересные эффекты. Соответственно, это 0.43, да, это 0.10, то, что я вам говорила, она будет уходить от того имиджа, который мы предложили. А это 0.9, 0.85, по-моему, я поставила в итоге, да, это сейчас будет максимально близко. То есть там вариативность, она будет прямо, вот смотрите, практически все эскизы одинаковые. Вариативность будет просто минимальная, ее даже вот искать будет тяжело, потому что эскиз чуть-чуть отличается, но он очень-очень похож. Поэтому в зависимости от того, какую вариативность изделия вы хотите получить, то есть более легкую, более сложную, нужно вот этот Image Guidance править. Можно делать это вот рисунок а-ля рисунок от руки, да, можно сделать, например, какой-то более такой вот художественный эскиз. Давайте вот это попробуем. Здесь тоже нам нужно будет выбрать обязательно соотношение сторон, и здесь, скорее всего, вот так будет лучше. И Image Guidance, смотрите, опять 0.43, это оптимально. Women, что это у нас? Дресс. Обязательно подписываю, что это такое, чтобы оно все было нормально. Вот, и идем в одну сторону, теперь в другую, и сюда. Смотрим, у нас будет три генерации, одна 0.43, одна 0.1, ну, соответственно, вот разная степень генерации, как и тут, да. То есть здесь блузка вроде как она поменялась, смотрите, здесь зажимчики, здесь вот эти моменты, по-другому крой получился. Сейчас посмотрим, что будет с платьем. Художественные эскизы, нарисованные от руки карандашом, нормально заходят. Сейчас мы с вами тестируем фэшн-иллюстрацию, которая вот такая немножко фотореалистичная. Это 0.43 вариативность, смотрите. Да, видно, и по крою видно здесь, ну, и по внешнему видно девушке, видно то, что идут изменения. В принципе, если нужно поиграть с кроем, то вот это можно все сделать. Сейчас еще две остальные генерации будут сделаны. У меня еще была предыдущая генерация. Вот, смотрите, тоже основа одинаковая. Меняются здесь основы, меняется воротник, меняются манжеты. Вот здесь не дорисовано, но это как возможности посмотреть на это изделие немножко по-другому, и как с ним можно работать. То есть, когда, например, вы получили творческий ступор, и не знаете, как, что с этим сделать. Это низкий гайденс 0.1, то есть следовать, но не дословно. Голубое платье на девушке. Вот, пожалуйста, она нам дает разные вариации. Здесь более близко к исходному изображению. А здесь сейчас будет практически одно и то же изображение с минимальными абсолютно изменениями. Видите, вот, когда листаешь их подряд, понятно, где она внесла эти небольшие изменения. Ну, в зависимости от потребности это можно делать. Так что используйте вот этот прием. Мне кажется, подойдет дизайнерам, когда есть какой-то эскиз, и нужно что-то новое придумать, а вы на чем-то застопорились, или хотите какие-то фотореалистичные изображения, что-то посмотреть, посмотреть, как это можно по-другому, какие-то элементы. Программа вполне может вам дать разнообразные подсказки по элементам. Конечно, не идеально отрисованные, потом это все нужно сделать и привести в нормальный вид, но для идеи, для генерации, для всего очень полезно и очень прикольно. Это Leonardo Image Guidance. У меня была сделана при помощи Leonard Diffusion XL модель генерации, Dynamic и включена Alchemy.